Всем привет, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Мы находимся на тренировке сборной России перед матчем с чехами. Заключительный этап Евротура. Не этап, а игра Евротура. Это на следующий день после того, как Россия проиграла финном 1-3. Замес. Прессанули тренера вратаре Рашиды Давыдова. Говорят, кстати, он сегодня будет в мигзоне. Больше никого перед матчем, никто не общается. Но это нормальная практика. Сейчас я вам покажу состав, который мне скинули. Посмотрим его по линиям. Продолжение следует. Итак, что из всего этого? Что из всего этого можно понять? В воротах у нас Андрей Василевский. Запасной Илья Сорокин. Я не уверен, кстати, тут так на схеме нарисовано, что может быть и Сорокин первым номером. Это было бы логично, потому что Василевский уже играл в первом матче со шведами. Тот, который проиграли 4-6. Сорокин в роли запасного был в два раза, но он явно этого не заслужил. Все-таки MVP плывел в Кубку Гагарина. Великолепный. Великолепный провел сезон. Умом помрачительная статистика. И, конечно, может быть по ходу чемпионата мира, что Сорокин будет вторым или третьим. Но свой шанс на Юра-туре-то он точно заслужил. Играл Телегин в меньшинстве в матче с Финнами. Только в меньшинстве он выходил. Сейчас он не играет. Георгиев тоже появился. Появился Барабанов в четвертом звене. Блужиевский в четвертом звене. Елесин с Куфизулиным. Зубы убрали. Григоренко, Малкин, Кучеров. Господи, все перетасовали. Вещин, Кузнецов, Балдадонов. Теперь пробует Капризово. Гусев, Анисимов, Балдадонов. Третье звено. В общем, все выглядит очень удивительно. Но посмотрим, это будет абсолютно новый состав. Матч с Чехами вечером. Я, если не ошибаюсь, 19.00 по Москве. Это будет очень короткая тренировка в сборной России. Так, чисто размять ноги. Потому что, когда играешь два дня подряд, и у тебя матч вечером, конечно, никто не будет выкладываться. Что я хочу сказать? Во-первых, по тому, как я снимаю, что снимаю. Сейчас я попробую приставить камеру к штативу. Но, поймите правильно, у меня не профессиональная камера, я не профессиональный оператор. Я не могу... То есть, или я снимаю общие планы со штатива, вот как сейчас, или я бегаю вниз к площадке и пытаюсь ловить какие-то крупные планы, кто что сказал, какие-то мелкие такие зарисовочки, наблюдения, выбирайте. Мне кажется, все-таки второе более интересно. Пускай что-то немножко дрожит, я думаю, плюсов тут тоже есть. Это, опять же, мой выбор, мой канал. Но я вам просто объясняю, как это происходит. Почему я ставлю премьеры за несколько часов до матча, и не выкладываю прям оперативно? Бывает, что у тебя накопятся видео на канале. Они же поступают в видео еще из Америки. И не хочется ставить пять видео одновременно, поэтому я их развожу по времени. Это тоже нормально. Тем более соперник не увидит какие-то наши нюансы, потому что я снимаю то, что не делают другие. Я снимаю, например, полную тренировку. Не какие-то там стендапы на пару минут. Вы можете что-то подсмотреть, увидеть. Ну и, конечно, все, что я делаю на канале, это мой выбор, мое видение. И резких слов тут быть не может. Тем более я атмосферу на канале навожу очень просто. Делаю банн моментальный. То есть человек может смотреть видео, но он не сможет высказываться, лишая его пожизненно права голоса. И делаю чище этот аквариум. Потому что посещаемость никак не отражается. Наоборот, она только растет. Во время Чемпионата мира все придет как танк. А срача под комментариями будет меньше. Теперь, что я думаю по поводу матча с вчерашнего, с финнами. Конечно, сборная была абсолютно не сыграна. И, конечно, большую роль сыграло то, что психовал Никита Кучеров. Это происходило прямо на моих глазах, потому что я смотрел матч от бортика, из-за стекла. И буквально в метрах от меня был эпизод во втором периоде, в середине, когда Никита бежал в атаку. Его придержал финн. И там могло быть удаление. Судья мог его дать. Чешская бригада арбитров, Ержабик там был, Антонин. Но он не дал удаление. Кучеров начал на него рычать, подкатывать к нему, разводить руками, говорить, что ты вообще творишь. И, проезжая на скамейку свою, Никита кольнул или немного ударил финна, который стоял у него на пути. Ну так, выместил злость на человеке, который был рядом. И он думал, судья этого не заметил. Судья заметил, удалил Никиту. Это большинство реализовали. И дальше все пошло не так. Потому что и в третьем периоде Никита рычал на судей. А они ловили любой малейший его фолл. Даже сомнительный. Даже где там 20% могло быть удаление или нет. И они это удаление ему давали. Кучер поезжал на лавку, разводя руками. Показывая свое недоумение. Но легче от этого не было никому. Потому что проиграли 1-3. И финны реализовали 2 большинства из 3-х, когда был удален имя Никиту. Но такой вот, я бы сказал, это казус. Было плохое настроение человека. Но, конечно, на чемпионате мира этого быть не должно. И Воробьев подчеркнул, что такие дисциплинарные вещи надо искоренять. И Илья Ковальчук, как капитан, говорил о том, что таких штрафов мы не имеем права хватать. Вот, кстати, вам пример того, какой капитан Илья Ковальчук. Вы думали, каким он будет, правильно ли его поставили, а не Овечкина. Овечкин, может быть, что-то там, не знаю, комплиментарно говорил товарища из НХЛ. А может быть и нет, мы это не знаем. Но Ковальчук говорит четко и прямо. Этого быть не должно. Об этом мы будем разговаривать, это мы будем искоренять. И он очень адекватно оценивает ситуацию. Он самый возрастной сборный, он уважаемый человек. Его все слушаются, он к любому подойдет его, каждый воспримет его слова. Это то, что им нужно от капитана. Опять же, не забывайте, что Овечкин и Малкин, это много-много лет у них такая, не то, что конфронтация, но противостояние есть. И оно может быть в острой или не в острой форме, но если делают капитаном Овечкина, то излишнее давление на Малкина. А Ковальчук фигура, которая устраивает абсолютно всех. Мы не будем снимать доску. Нас попросили этого не делать, чтобы не фиксировать какие-то схемы. Посмотрите, общий план, вы, наверное, ничего не разглядите. Вот общий план арены. Не будем выдавать все секреты. Маска, маска, это кто вообще едет? Так, Дэн Мельштейн, агент Василевского, выложил фото в Инстаграме, в соцсетях, как он везет маску Василевскому. На самолете художников раскрасил, и они там пересекутся перед чемпионом мира, или в Москве, или в Братиславе. И обычная маска, там символика России, номер 88. Никаких там цепляющих моментов нет. Помню, один из вратарей нанес на маску Михаила Круга. Здесь таких историй мы не увидим, но к такому даже турниру изготавливается специальная маска, и это нормально. Для вратарей это важный турнир, а не просто какой-то проходной двор. Странно, конечно, мне слышать, когда испепеляют огнем гнева Илью Воробьеву и молодой тренерский штаб. Я объясню, почему. Базовое правило спортивных журналистов и базовое правило, не знаю, болельщиков и кого угодно, никогда нельзя мочить своих. Во-первых, их всегда мочить нельзя, да? Да, плохо. Другой там сборной не будет. Можно там критиковать, объективно высказывать, что не так, что надо исправить в этом работа и журналисты, и мнение болельщиков, но не должно быть какой-то оголтелой ненависти. И самое главное, нельзя это выплескивать до чемпионата мира. Самый классический пример это Черчесов и футбольная сборная России. Какие были призывы после товарищеских матчей, которые складывались неудачно, о том, что надо снять Черчесова, петиции даже писали, люди-актеры из квартета И высказывались. Но вот, конечно, на квартет И нам только не хватало в этой ситуации. А когда сборная в итоге едва не вышла в полуфинал, на Англию, могла вообще их проходить, играть в финале чемпионата мира, это и так уже был крышеснос невероятный. В четвертьфинале с хорватами это такой был эйфорией всей страны. И если бы в тот момент кто-нибудь сказал, что Черчесова хотели снять до турнира, этого человека просто бы порвали. Поэтому спорт в этом и состоит, что это очень непредсказуемая штука. И ты не можешь знать, как все сложится в дальнейшем. Опять же, сборная под нагрузкой, как мне сказали. Они вытягивают ребят на единый пик формы. И еще есть на это время. Поэтому могут где-то не бежать ноги. И конечно можно вспомнить, как год назад мы проигрывали все товарищеские матчи, как при Знарке мы проигрывали. Пять товарищеских матчей из девяти летели всем подряд, а на чемпионате мира выиграли десять матчей из десяти и взяли золото. Это нормально, это подготовка. Даже когда я сейчас выстраиваю работу на чемпионате мира, обсуждаем с коллегами, кто там ловит аудио, чтобы расшифровать моментально из мигзоны, кто пишет отчет, кто делает пятое, десятое распределение по бригадам. Даже журналистики это есть. Что вы говорите о такой большой машине, как хоккейная команда и вы учтите, что я просто еще раз поставил у бортика и это просто фантастика. Тяжело понять даже на европейских площадках, как на такой сумасшедшей скорости игроки умудряются реагировать, принимать правильное решение. Протом, что Овечник говорит, что на европейской площадке все медленно и у них больше времени можно принять несколько решений. Это, конечно, хоккеисты уникальны в этом смысле, что они должны обладать молниеносной реакцией, как боксеры. Я видел, кстати, там по одному, в одной передаче по телевизору, когда хоккеиста позвали в студию и не так и трудно писать, но грубо говоря, отпустили там пять-пятитысячную купюру из пальцев. Ее там практически обычно человек не сможет поймать, но он ее прямо поймал моментально. Реакция у него сработала. Ну, или как бывает и знаменитая история о боксерах, когда в музее он идет и какой-то посетитель неловко смахнул вазу, она же падает там в египетской древней на пол, готова разбиться на тысячу оскоков, а боксер успевает среагировать и поймать ее с самого пола. Вот такая лирика. Вот Илья Ковальчук, мы о нем говорили. Вот Хове. Что будет делать дальше эта сборная? Она будет сегодня возвращаться в Москву. седьмое шестое число, да, это будет шестое число в Москве, седьмое восьмого, если не ошибаюсь, будет день открытых дверей для журналистов, презентация сборной. Она может пройти в музее хоккея, может пройти в базе Новогорске, но это такое закрытое мероприятие. Мы видим заминку. восьмого вечера сборная прилетает в Братиславу, девятого возложения цветов, мемориал, это уже будет в Братиславе и десятого чемпионата мира с Норвегией. Всем хорошего хоккея. Пишите в комментариях, что вы хотите еще увидеть. Ваше мнение очень интересное. Я вижу, что тренировки вы смотрите, и я на них буду ходить почаще, чтобы вас радовать делать такие дневники. Если вам нравится, ставьте лайк, подписывайтесь. Байк. Здравствуйте. Здравствуйте. Мрачный туннельчик. по нему выходит сборная России. Нам сказали, что Рашид Давыд не будет общаться. Да, не будет общаться, но будет без интервью. Привет. А ему? А ему? А ему? А ему?